Данное видео переведено и озвучено специально для сообщества Business Brilliance. Вот что я планирую сделать. Нас сейчас смотрит 35-40 тысяч человек, и я хочу сделать очень смелое заявление. Неважно, вы сейчас только начали бизнес, или вы зарабатываете 2000 долларов дополнительного дохода, или вы зарабатываете 6-7 значные суммы. Сегодня я покажу вам, как проводить переговоры, чтобы конвертировать их в сделки, причем честным образом. И для большинства из вас в конце я дам одноминутный скрипт, с помощью которого вы сможете пригласить столько людей на события в вашей компании, сколько вам нужно. И я поделюсь с вами одноминутным скриптом, который позволит вам перенаправить людей на онлайн-вебинар вашей компании. Я поделюсь с вами скриптом, который позволил мне не только познакомиться, а и выстроить отношения с сильнейшими лидерами, и который помог привлечь мне в клиенты, к примеру, Тони Роббинса. Да, я поделюсь с вами этим скриптом, но перед этим я планирую вас обучить. Вам это интересно? Я покажу вам кое-что с точки зрения выстраивания коммуникаций. И очень многим из вас, неважно к какой категории вы относитесь, именно это вам и нужно. Вам точно этого не хватает. Вся эта идея касается коммуникаций, общения. Благодарю каждому из вас за то, что вы сейчас смотрите это видео. Я обещаю вам, что вы будете использовать это до конца вашей жизни. Коммуницировать так, чтобы завершать сделки. Кто из вас хотел бы получать больше регистраций, подписаний в вашу компанию? Еще я задам вам один вопрос. Напишите одну цифру. Сколько людей точно будет у вас на событии на следующей неделе? Я хочу, чтобы вы определили это число. Сколько людей от вас точно будет на следующей неделе на онлайн-встрече в вашей компании? 50, 20, 50, 25, 30. Каждый из вас, напишите эту цифру. 100. Вы видите? Если вам кто-то устанавливает минимум, и каждый из вас берет сам для себя планку. Есть разница. Или определите хотя бы минимум. И я хочу помочь вам понять, как выполнить эту планку. Я покажу вам, как проводить прямые эфиры в соцсетях и увеличить обороты вашего бизнеса. Я покажу вам, как стать мощным спикером. И я хочу рассказать вам немного информации о себе. Я не буду долго рассказывать. Когда я был еще студентом, только начал обучаться, пару недель был студентом, я вошел в эту индустрию. Я взрослый мужчина. Мне 43 года. А когда я только стал студентом колледжа, в первой неделе, 20 лет назад, у меня конфисковали автомобиль. У моего отца было много долгов. У меня были очень напряженные отношения с отцом. У меня не было денег. И девушка, с которой я познакомился в центре, рассказала мне тогда о этой индустрии. И благодаря тому знакомству я не только смог погасить мои долги, я не только смог купить новый автомобиль. Я смог невероятно развернуть, повернуть мою жизнь благодаря этой профессии. Это благодаря сетевому бизнесу. И что я сейчас точно знаю, так это то, что слишком много людей общаются неправильно. И если вы начнете общаться с людьми правильно, это приведет к невероятным, абсолютным переменам. И я передам вам эту информацию. И первое, что нужно сделать, произнесите вот эти слова. Общаться и завершать сделку. Я не могу услышать то, что вы говорите, но я могу увидеть ваши комментарии. Поэтому вот, что нужно сделать. А вы думаете, что речь идет о внешнем, но начинать нужно с внутреннего. Начать нужно с вашего мышления. Потому что если мы решим вопрос с внутренним, у вас будет такая уверенность в себе, что вы будете общаться с людьми, и вы будете неудержимы. Но общение, которое завершается регистрациями, начинается здесь. И возможно, кто-то из вас сейчас смотрит и думает, окей, я уже лидер. Я все это знаю. Да, я тоже был лидером. Я тоже так думал. У меня был миллионный бизнес на протяжении 6-7 лет. И потом я задал себе вопрос, почему я становился на миллионе долларов? Потому что это были мои убеждения и мой уровень мышления. И как только я вышел на миллион долларов, то оказалось, как бы, все, я план уже выполнил. Потому что зачастую устойчивая фраза, распространенная фраза, это стать миллионером. И тогда я начал общаться сам с собой, трансформировать самого себя. Вам нужно сначала включить самого себя перед тем, как вы сможете подключать других людей. Вам нужно обратить внимание на то, что вы думаете. Я изменил то, что я думал, и потом все внезапно изменилось, и я вышла на 5 миллионов долларов, 10 миллионов долларов. Моя компания стала 20 миллионной. Это все произошло, потому что я начал именно с этого. И я планирую помочь вам с этим разобраться. Обычно я не волнуюсь, но сегодня я волнуюсь больше, чем обычно. Потому что некоторые из вас зациклились на этом уровне. У каждого из вас есть ограничения в каком-то уровне. Но мы перейдем сегодня на следующий уровень и работу с внешним тогда уже. И я покажу, что вам нужно понять относительно этой индустрии, чтобы вы могли получать столько партнеров и клиентов, сколько вы хотите. Давайте приступим. Давайте начнем с внутреннего. Я хочу, чтобы вы поняли кое-что относительно внутренней составляющей. Сейчас у вас есть дефицит. Вам нужно стать зеленым, но сейчас у вас красный фломастер. И если вы поймете вот эти три вещи, один, два, три, это поможет вам добраться к самому важному. Если вы поймете вот эти вот три пункта и определите с моей помощью сегодня, какой из этих пунктов сейчас у вас в голове, находится у вас в голове, я спрошу у вас, что у вас происходит. Потому что если вы взглянете на этого парня, это я, когда я начинал мой бизнес. Вы меня видите? Я вам расскажу сейчас, что происходит с этим парнем. Этот парень находится на событии, которые изменила его жизнь. Это я на мероприятии у ментора Брэндона Брашара. Напишите плюс, если вы знаете Брэндона Брашара. Это мой наставник. Я расскажу о событии, которые круто изменила мою жизнь. Перед тем, как этот парень смог выходить и общаться с людьми, я хочу, чтобы вы знали, что происходило у него в голове, так как это не позволяет вам выйти на следующий уровень. Я никогда не задумывался над этим, но потом я осознал, что же на самом деле происходило у меня в голове. Знаете, что происходило? Возможно, вы заметили, что я потею здесь на видео, и мне было не по себе. Я практически вцепился в этот микрофон двумя руками, потому что я боялся страха перед смертью. Я думал о том, что каждый человек в зале думал обо мне. Я думал, что мне нечего предложить, мне нечего рассказать, типа того, кто захочет меня слушать, потому что тогда я старался запустить мой бизнес. И мне нужно было подтверждение внешнее. И я ожидал этого одобрения от внешнего мира. И когда я вышел на ту сцену, я боялся, я очень сильно нервничал. Я не выступил блестяще перед аудиторией из-за того, что у меня в голове постоянно крутились мысли. Мои мысли мешали мне общаться с внешним миром. Это и есть у каждого из нас. Когда я говорю «у каждого», я имею в виду, что у каждого из нас на своем уровне это происходит. У каждого из нас. И я хочу сейчас определить этот уровень, чтобы вы могли его как бы прорвать. И если вы никогда не зарабатывали деньги, это изменится в следующие 90 дней. Следующие 90 дней, они очень важны, критически важны. Если вы зарабатываете хорошие деньги, но не можете прорвать потолок, в который вы уперлись, это изменится в следующие 90 дней. Вы зарабатываете 6-7-значные суммы. Да, вы еще не достигли вашего максимума по одной из вот этих трех причин. И это может измениться в следующие 90 дней. Итак, мы начнем с этого. Итак, что происходило с этим парнем? С ним происходили три вещи. И сейчас вы поймете, что происходит с вами. Если вы сейчас это поймете, то это будет стартом для перемен. Этот парень из ситуации, когда у него не было бизнеса, оказался в бизнесе с 8 нулями. Не в бизнесе с 7-значными цифрами. Не так много людей могут похвастаться тем, что у них бизнес с оборотами в 8-значными суммами. Работая с самыми крупными и известными людьми в мире, такими как Эрик Вори, Гранд Картон, я вчера переписывался с Грантом и другие всемирно известные личности. Но все начинается с головы. И сейчас я напишу эти три вещи и задам вам вопрос. Я прошу вас сделать самоанализ. Какая из этих трех вещей не дает вам выйти на следующий уровень? Первое. Вы об этом множество раз слышали в бизнесе. Это «я не могу». Я не могу. Кто-то из вас говорит, «я не могу, я не умею зарабатывать большие деньги». Я никогда этого не делал. Я не могу зарабатывать восьмизначные суммы. Мало вообще кто зарабатывает восьмизначные суммы. Есть несколько вариантов, вот этого «я не могу» и они повторяются у большинства людей, так как мы не делали этого раньше. Вы его только представьте, насколько кажется невероятным и невозможным преодолеть за 4 минуты дистанцию в 1 милю. И очень долгое время считалось, что это невозможно. И мне кажется, это был Роджер Баннистер. Если это так, поставьте лайк в комментариях. И ответ, потому что большинство людей говорили «я не могу». А Роджер Баннистер, он смог. И эти мысли постоянно заполняют голову. «Я не могу, это невозможно». А потом Роджер это сделал, и я не знаю точных цифр, но практически мгновенно после него, как только Роджер это сделал, если кто-то точно знает, напишите об этом в комментариях. Но мне кажется, 30, 40, 50 человек в следующий год перешагнули вот этот показатель, пробежали меньше, чем за 4 минуты. Друзья, вам нужно понять и ответить самому себе на вопрос, какие «я не могу» вы постоянно повторяете у себя в голове. И если вы не произносите эти слова вслух, вы все равно прокручиваете эти слова у себя в голове. И они есть, возможно, в вашей речи или только в голове. Вам просто нужно понять, что вы в прошлом не могли. Я надеюсь, что вы сейчас это услышали и уяснили. Вы просто решаете, я больше не говорю, я не могу. Теперь я выхожу на новый уровень. И с каждым новым уровнем приходит новый, так сказать, дьявол и саботажник, и этот дьявол снова говорит вам «я не могу». И, если честно, ответьте мне на вопрос, на какие вопросы вы себе отвечаете «я не могу». Хотите, я скажу вам, на что я говорил «я не могу» в 2020 году? «Я не могу больше строить команду, я не могу пройти через эту пандемию, я потерял 5 миллионов долларов в марте». «Я не могу работать в это тяжёлое время». И потом внезапно я поймал себя на мысли, что я говорю «я не могу». И за следующие 30 дней мы сделали оборот больше, чем за весь 2019 год. За 30 дней. И Форбс написал, что это один из самых больших показателей в 2020 году. О чём? Вы говорите, что вы не можете. Вот что я хочу, чтобы вы ответили на этот вопрос. Какие ваши ограничения и на что вы себе постоянно говорите, «я не могу». Вам нужно определить и разгромить вот эти убеждения. Второй пункт, с которым многие из вас сталкиваются, вы настолько обеспокоены тем, что думают другие. Вас настолько это беспокоит, как меня на этой сцене. Всё, о чём я думал, это то, что бы мне подумают другие. Увидят они, что у меня трясутся руки. Увидят они, что у меня потеют подмышки. Увидят ли они, что у меня расстёгнута ширинка. Поймут ли, что моя жена высмеивала меня, когда я одевала эту футболку. Моя жена спрашивала меня, что я одену на сцену, и об этом всём я думал тогда на сцене. Мы настолько обеспокоены тем, что о нас подумают другие, и я покажу вам тонкую грань, которую нужно провести. Вместо того, чтобы думать о том, что другие думают, если вы просто начнёте работать над тем, чтобы побеспокоиться о том, как оказать влияние на людей, переключиться с того, чтобы думать, что они о вас подумают, на то, как оказать на них влияние. Вот это тонкая грань, которая поможет полностью изменить вашу жизнь, изменить все правила. Множество из вас не переходят на следующий уровень из-за постоянного беспокойства о мнении других. И третья вещь, это последний вариант, это буквально я бы не хотела использовать слово навредить, но мы настолько подвержены влиянию наших негативных мыслей, что наши негативные мысли в буквальном смысле этого слова вредят нам. То есть мы сами себе вредим. Вы знаете, что ежедневно среднестатистический человек проводит 9 часов, 9,5 часов в негативных мыслях. И сейчас я ещё кое-что вам покажу. Если бы я услышал, как вы разговариваете с моей женой, так как я говорю с собой, вероятно, я бы вам навредил, так сказать. Это выглядело бы как домашнее насилие. Если бы вы говорили с моей женой, так как я говорю сам с собой, я не знаю, понимаете вы, о чём я сейчас говорю, то есть в отношениях других, в отношении других людей так вести себя нельзя. Но почему мы считаем, что нормально разговаривать так с собой? И это важнейшая, глубочайшая мысль, которую я хотел бы донести до вас. и здесь нужно проработать раны из прошлого, прошлые боли. Друзья, я хочу кое о чём вас ещё попросить, чтобы вы определили, какой пункт из вот этих трёх относится к вам и какой разговор в голове вы себе прокручиваете и провести трансформацию сначала у вас в голове, перед тем, как вы начнёте общаться с внешним рынком. Когда вы взялись за эту работу, это не работа на один вечер. Не стоит торопиться и выполнять это всё уже сегодня. Вам нужно запустить процесс. Я продолжаю над этим работать. Если вы начнёте это прорабатывать, вы сможете от этого избавиться и выйти на новый уровень. Это может сделать каждый человек. И когда вы это сделаете, вот что произойдёт. Уверенность. В чём разница между тем парнем посмотрите вот сюда и вот этим парнем. Чем отличаются вот эти два парня? Да, разница в четыре года. Страх маленькой сцены по силе как страх перед смертью и сцена на 30 тысяч человек на стадионе в Майами. Тысячи клиентов присоединились в мой бизнес в тот день. Это, так сказать, многомиллионный час для меня за час. В чём разница? Проработаем вот эти пункты. Парень, зарабатывающий миллион, и парень, зарабатывающий несколько восьмизначных сумм. Огромная разница. Я хочу, чтобы вы сделали себе вот этот вызов. Я буду переходить к завершающей части моего выступления, но я хочу, чтобы вы провели работу в своей голове сначала, в первую очередь. Вам нужно трансформировать себя перед тем, как вы будете трансформировать других людей. Я уверен, что этот год станет самым прибыльным в вашей жизни, но всё начинается здесь, у вас в голове. Избавляйтесь от всех «я не могу». Избавляйтесь от беспокойства о том, что подумают другие. Если вы замечаете у себя такие переживания обрезайте все вот эти мысли. И, конечно, самое важное, избавьте себя от негативных мыслей. Посмотрите на эти вещи и честно ответьте себе, что вы у себя не могли до этого момента контролировать, какие мысли. Остановите это наконец и наблюдайте, как сделаете прорыв. Вторая вещь, о которой я хочу с вами сегодня поговорить, это вы хотите узнать, как научиться общаться профессионально в МЛМ. Я знаю это. Мои вышестоящие лидеры в прошлом это известные успешные люди. Когда я учился в колледже, кстати, из-за этого бизнеса я бросил колледж. Я избавился от долгов, я зарабатывал больше денег, вот как я приглашал людей на наши местные встречи. Приходите и узнаете. Ребенок расскажет вам, как зарабатывать больше денег, чем профессор из университета, который обучал его, как зарабатывать. Это была моя продающая такая цепляющая фраза. Так я приглашал людей из своего студгородка. Неплохо, да? Теперь я расскажу вам о том, как стать профессионалом в общении. и сейчас мы переходим к внешнему рынку. И здесь находятся деньги. Давайте я покажу вам сначала, как делать не надо, то есть, как делать не нужно. Первое. Одна из вещей, которая просто сводит меня с ума, это глупость. Так случается в общении с людьми. они могут читать вас как книгу. Вы только начинаете что-то говорить, и человек сразу о, сетевик. Как происходит и так происходит из-за глупых заявлений. Не делайте глупых заявлений, не будьте глупцом. Я не знаю, какие из таких утверждений вы используете, на которые человек реагирует, о, боже, опять про это, хватит. Я не знаю, касается ли это именно вас, но я хочу вас попросить, не будьте одним из тех, кто так глупит. И второе, что я хочу вам сказать, не будьте настолько самоуверенны. Существует несколько покатых склонов, где можно скатиться из-за большой самоуверенности. Не будьте слишком высокомерны. Я надеюсь, вы не такие. И последнее, что я хочу вам сказать. Не будьте теми, кто руководствуется только прибылью. Не будьте тем, кто руководствуется только деньгами. Хочу ли я, чтобы вы зарабатывали много? 100%. 100%. Хочу ли я, чтобы вы заработали свою первую сотню долларов, первую тысячу, 10 тысяч долларов, первую сотню тысяч долларов, первый миллион? Конечно. Но давайте я покажу вам, как это сделать. Вы можете это сделать благодаря одному слову. сострадания или сочувствия. Посмотрите, когда человек с другой стороны знает, что вы о нём беспокоитесь максимально, максимально беспокоены, вы обеспокоены его выгодой, вот эта стена невидимая, она падает, и они хотят к вам присоединиться. Стена вот обрушивается, и они присоединяются к вам. сострадания или сочувствия, сопереживания означает, что они чувствуют, что вы искренне по отношению к им, и что вы от сердца искренне заинтересованы в максимальной выгоде для них. Когда вы становитесь сочувствующим лидером, нет никаких ограничений. Когда вы начинаете общаться именно таким образом. Я задам вам ещё один вопрос, и буду заканчивать свое выступление, ещё пять минут. Как вы общаетесь? Сейчас я поделюсь с вами. Я дам вам скрипт сегодня, который изменит все правила в ваших коммуникациях. Фундаментом этого скрипта является сочувствие. Сочувственное общение позволяет вам завершать сделки. И вот что я хочу, чтобы вы делали, когда вы приглашаете людей на события вашей компании. Сейчас я вам покажу, как это использовать для приглашения на мероприятия. Я покажу вам, как использовать этот скрипт для приглашения на события компании. Я хочу, чтобы вы поняли, как нужно общаться. В каждом общении 1 минута, 3 минуты, 30, 60 минут, найдите связь с сердцем человека. Как связаться с сердцем человека? Существует невидимая стена между каждым потенциальным клиентом, с которым вы общаетесь. Это невидимая стена, и проломить эту стену можно только сердцем. Как это сделать? Не нужно начинать с продукта, сервиса, события. Не нужно начинать с этого всего. Нужно начать с человеческих отношений. Это может быть что-то смешное, что-то ободряющее, что-то то, что у вас есть общее. Люди сначала хотят почувствовать, сблизиться на таком человеческом уровне. И еще что нужно сделать, это сделать так, чтобы человек понял, что вы знаете, как это быть в его шкуре, как быть обычным человеком и показать, что вы сделали, что вы такого необычного сделали, для того, чтобы быть уже на вашем уровне. И они тоже захотят сделать вот это что-то экстраординарное и получить то, что имеете уже вы. Когда человек знает, что вы были таким же, и сейчас вы находитесь там, где они только хотят оказаться, то они захотят к вам присоединиться. Но очень много людей говорят сразу с необычного, то есть что нужно сделать особенного, не говоря о том, что вначале вы были такими же обычными. И я вам предлагаю начинать именно с вот этого и потом переходить дальше. И сейчас я покажу вам, как это сделать. Таким образом мозг человека готовится к восприятию информации. Сердце, так сказать, дало сигнал обрушить вот эту стену, и теперь мозг готов услышать. и теперь вам нужно сказать им одну, один или два факта, почему им нужно прийти на мероприятие. И потом нужно сделать призыв о том, что нужно прийти на событие, дать больше информации и сделать призыв. И завершить разговор с тем, что затронет их сердце. это скрипт построения диалога. Когда я записываю видео, я использую этот скрипт. Когда у меня продающий созвон, я использую этот скрипт. Когда я участвую в трехстороннем разговоре, я его тоже использую. Я все еще провожу трехсторонние звонки в моем бизнесе. я узнал это в одном из бизнесов в этой индустрии. И я продолжаю использовать этот скрипт при завершении крупных сделок. И когда я приглашаю людей на мои мероприятия, я использую именно этот скрипт. Это и есть мой скрипт. Я показываю, что я обычный парень, недавно который перестал работать полный рабочий день благодаря моей сетевой компании. И я протягиваю руку своим друзьям, семье, моим потенциальным клиентам, партнерам. И я узнаю, кто из моих друзей, семьи, потенциальных клиентов, партнеров хочет сделать так же, как и я. Я узнаю, возможно, они потеряли работу или ненавидят свою работу, или еще что-то. Узнаю что-то о них. И кстати, я записал видео. Привет, Дэн, это Пит. Хочу записать это короткое для тебя сообщение. Я знаю и очень сожалею о том, что произошло в твоей жизни. Я знаю, что ты потерял работу пару месяцев назад. И знаю, что ты пока еще не нашел ничего надежного. Хочу с тобой поделиться. Я тоже искал для себя долго и не мог найти ничего подходящего. Несколько месяцев назад я начал сотрудничать с невероятной просто компанией и я смог перестать работать полный рабочий день. Это просто невероятно восхитительно. И я просто хотел тебе сказать, что я подумала тебе, так как в следующий вторник будет проходить мероприятие. На событии будет информация о том, как с помощью нашей компании множество людей, которые потеряли работу в 2020 году, могут начать собственный бизнес, не выходя из дома в 2021 году. Речь будет идти о том, почему это работает и почему сейчас самое лучшее время, когда в мире происходят такие перемены. Я хочу тебя пригласить, ты мой старый друг, я тебя люблю и очень хотел бы, чтобы ты подключился к событию в этот вторник в 7 часов в зуме. Тебе не нужно никуда ехать, соблюдать дистанцию и я буду очень рад тебя видеть онлайн. Буквально 65-60 секунд и я могу сделать тысячу или даже десятки тысяч вот таких записей, аудиозаписей. Вот это то, чем я хотел с вами поделиться. Мы с вами поверхностно пообщались о том, как нужно проводить переговоры, как общаться, чтобы люди принимали ваши предложения, становились вашими партнерами и хотели к вам присоединиться.